идем дальше смотрите есть два основных способа где можно использовать системную торговлю фундаментальный анализ технический анализ вы знаете прекрасно и одно и второе фундаментальный анализ некоторые путают с анализом новостей для себя просто пишу тоже моментально анализ фундаментальный анализ это анализ финансовой деятельности компании . зафиксируйте пожалуйста эту мысль фундаментальный анализ это анализ финансовой деятельности компании какой у нее какая выручка какие амортизационные расходы сколько платит налогов какие значит у нее пассивы какой никакой вообще оборот к и оперативные расходы постоянные расходы выручки там с продаж там и запуске новых продуктов рекламные бюджеты все вот это вот вместе есть фундаментальный анализ многие путаю то фундаментальный анализ это анализ новостей ты чем как торгуешь но я по фундаментальному анализ а что ты не что ну вот сегодня там бернанки что-то говорит но сейчас не бернанки сейчас еле елен говорит вот все это по фундаменту смотреть новости какое отношение не имеет значит курс я не знаю там доллара конкретно к компании какой-то вы собираетесь торговать сбербанку например если вы не знаете финансовой деятельности сбербанка здесь многие могут со мной сразу не согласиться я с вами не собираюсь спорить на фундаментальном анализе и я знаю людей которые ну очень прилично зарабатывают сотни процентов в год сотни не сотню а несколько сотен не буду фамилии огнуть можете просто углубиться в эту цену это это на самом деле сложнее это не так популярно как технический анализ потому что ну все-таки там нужно иметь бухгалтерские такие задатки разбираться в цифрах понимать там таким же образом можно находить неэффективности там должна отрабатывать новость но знаете как бывает да вот я кто сейчас понимает меня поставьте пожалуйста плюс очень простой пример выходит ошеломляющая новость для какой-то компании например а акция как было таки стоит на месте а бывает на какую-то компанию выходит новость незначительная какая-то совсем я якобы мало значительно а бумага акция да я называю бумага акции улетает вообще в космос вы встречали такое плюсуем если встречали почему так бывает да очень просто представляете себе ситуацию когда выходит новость да та же самая что какой-то компании повысились продажи на 15 процентов условно на 15 процентов и вы можете подумать блин ёлки-палки как классно у этой компании прибыль значит вырастет на 15 это сколько денег и так далее так далее да и многие лезут в эту бумагу начинаете что-то там покупать начинают не лезть а бумага летит в обратную сторону бумагу скидывают крупные финансовые институты какие компании или просто трейдеры частные спекулянты сбрасывают бумагу почему потому что к сожалению большинство даже не даже не хочет вникать очень простую вещь что эта компания но условно рога и копыта она должна миллиарды долларов под проценты и эти десять-пятнадцать процентов к выручке которые она получает у которой повысились продажи они вообще ничего не решают про компания убыточная очень простой пример twitter но это конечно не российская компания но вы знаете что такое twitter есть компания twitter некоторые гуру рынка в кавычках пишут почему ее никто не покупает почему я не растет очень просто менеджмент компании не знает как монетизировать twitter просто не знает не могут они сделать так что компания работала плюс поэтому компания никто не покупает не фейсбук не google а некоторые удивляются что такое или например другой момент компания допустим которая стоит на месте цена там три рубля до какой-нибудь дочерняя дочка 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 газпрома которая занимается там прокладкой труб да и здесь выходит новость по газпрому элементарно газпром значит заключил договор с турцией на прокладку там какого-то голубого потока или как он там называется да поймать о чем он говорит и акции вот этой компании которая занимается прокладкой труда труба трубопровода по субконтрактам газпрома они улетают в космос потому что допустим компания стояла год и стояла там условно без работы поэтому такие компании вообще без работы не могут быть да у них политически очень много мотив для того что нами работают но казалось бы если вы не знаете такие подробности зачем вам знать новость поэтому еще раз фундаментальный анализ это очень мощный инструмент для того чтобы зарабатывать на рынке деньги это совершенно другое это не технический анализ и совершенно другое на нем тоже можно зарабатывать очень красиво и очень большие деньги более того есть очень большой временной лад если в техническом анализе вам нужно съесть за компьютером рисовать уровни поддержки сопротивления смотреть объемы и так далее так далее может быть опять же смотреть на новости то фундаментальном анализе все совершенно по-другому вы имеете подшивку документов распечат скачивать из интернета финансово деятельность компании компании все отчитываются и вы просмотр просто смотрите по отчетам и смотрите тенденции и спокойно можете покупать до более длинные здесь сроки можно и неделю просить бумаги месяца два и три четыре вот таким же самым образом вы находите не эффективности то же самое такой же поиск неэффективности и такой же поиск закономерности абсолютно то же самое в техническим анализ да что такое техническим анализ это прогнозирование попытка прогнозирована скажем тогда никто будущее не видит на секунду но эта попытка представление как будет цена двигаться и сложившихся графических данных имея параметры цены то есть график и объем все там может быть много косвенных вещей горизонтальный объем вертикальный объем значит там фракталы свеч не важно но вот видите графику что он рисует на графике графику дал я не оговариваю но увидите какую-то графику картинку на основании этой статичной картинки да и динамичным это наблюдаете ленту в стакане например сюда смотрите например там ленту или стакан и я говорил и вы смотрите что-то получать оттуда какую-то инфу совершенно другое там такая же самая работа но здесь нужно понимать что многие основная ошибок основная ошибка особенно начинающих трейдеров в том что они подвергаются общему мнению что технический анализ нужно сплетать фундаментальным анализ да еще плюс новости вот по сама казалось бы ну так просто ну так просто да покупайте какой акции сбербанка смотрите какой уровень а она пробила этот уровень тут пришла какая-то новость положительная ну положительная но пришла там я не знаю какой нибудь там сечен значит скупает контрольный поговорю не контрольные там контрольных сюда сечен скупает крупный пакет акций но все должно полететь ну и казалось бы да и зарабатывать да не хочу но что-то я не вижу так армии разбогатевших трейдеров которые вокруг меня окружают до которых таким образом зарабатывать значит не все это просто поэтому я не говорю что все очень сложно мало по крайней мере разделя фундаментальный анализ это одно технический анализ это другое влияние новостей это совершенно третье а если путин приехал на завод какой-нибудь и сказал что ну все а сейчас будете значит какой-нибудь там вран производить там таким многоцелевые комплекс то цене будет плевать и на технический анализ на фундаментальный анализ цена стрельнет будете вы там или не будете ли это будет против вас вопрос уже второстепенный и третьестепенный дальше многие много копий сломано в спорах про индикатор я бы отметил очень важную вещь вот такая прикольная здесь картинка я думаю на смешная да но и только для хохнов дает не лепил индикаторы бывают разных я считаю что индикаторы все нужно разделить на две части один тип индикатора это индикаторы которые скажем так они отображают даже не отображают они интерпретируют цену или интерпретируют объем или интерпретируют сочетание цены и объема или интерпретируют сочетание цены и объема и других индикаторов или же опять индикатор да то есть это какая-то вещь которая в определенном под определенным углом показывает определенные данные это первый тип индикатор называется интерпретирующие кстати такую информацию вы не найдете вот в общеизвестный общеизвестных очень известном информационном поле по трейдингу то есть что индикаторы бывают двух типов понятно что они там разные там и средний и мы сиди и стахастики там и фрактальный анализ и свечи все это это все своего рода некая индикация индикация чего-либо индикатор который с машинным способом рисуются всякие там графики да тут вообще все красиво но это не панацея нет волшебного индикатора который бы всегда зарабатывал индикатор может на определенных условиях рынка зарабатывать потом конъюнктура рынка меняется и то этот же самый индикатор не подстраивается и сливает это известная проблема но индикаторы бывают двух типов первый тип этот этот отображающий интерпретирующий а второй тип это статистическая и более называется ну корреляционные связи например взаимосвязь например фьючерса бренд нефтяного да и фьючерса ртс была очень долгая корреляция на этом построена кучу индикаторов и кучу машин кучу роботов принесли огромные деньги на этой взаимосвязи есть индикатор которые рассчитывают корреляции между акциями между акциями и индексами между индексами и пулами акций между различными товарами например есть индикатор который рассчитывает всплески вот я вам сейчас скажу запишите себе ну просто просто пример есть индикаторы люди делать сами их уже не будет какой-нибудь мета трейдеры или какую там программу вы используете мета трейдер до распространенный но ты из форекс он пришел потом значит крик много-много-много и практически в графических платформах во всех есть встроенный индикатор но корреляционные индикаторы вы пожалуй где не встретитесь потому что это настолько узко специализированная вещь до что ну не постоянно никому не интересно а на самом деле в этом есть соль очень простой пример корреляция фьючерса light sweet нефть и фьючерса бренд очень просто две разные нефти до североморская и легкая две нефти между собой коррелирует и вот всплески раз корреляции рождают сигнал на вход ну понимаете о чем я говорю ну например нефть выросла на полтора процента а light sweet нет не выросла это сигнал к покупке нет это не сигнал к покупке это сигнал к размышлению что что то идет не так а потом просто рассчитываются специальной программе все это все дело считается и смотрится на таком-то рынке при таких-то условиях определенная корреляция или раскорреляция создает определенные закономерности все очень просто и на этих закономерностях как правило работают роботы но можно работать и руками но как только эти закономерности становятся общеизвестными закономерность сразу закрывается с помощью людей но мы будем отдельно разбирать то есть я не могу сказать что индикаторы это прям какая-то панацея для того чтобы заработать но этот инструмент если виолончель руках дурака да то это деревяшка не более того я просто вам показываю объясняю какую значит сторону можно двигаться и показываю различные способы а как на рынках заработать ну то что по крайней мере знаю я а потом будем уже углубляться там и так далее тогда поэтому идем дальше наша задача состоит в том что объясниться что играли нет нет волшебной кнопки нет волшебного индикатора нет секретного способа но для начала чтобы научиться торговать должно быть верное представление а как вообще торговать то есть мы идем от частного то есть от общего к частным я и буду в таком русле вести все свои занятия то вначале объяснять общее казалось бы это вода давно скажу да что тут вода но по крайней мере это общее представление некоторым из вас не всем некоторым из вас но подскажет более верный путь потому что как я сказал да что есть люди умные люди двумя и более образования богатые люди но они не могут зарабатывать на рынке не могут а есть люди которые вот прям без образования без роду без племени хоп-хоп-хоп и за них за короткий там год два три сколотили состояние такие есть на самом деле и в мировой практике такие люди есть вы это отлично знаете вы просто без за а задач не с этим вопросом просто люди находят эти люди которые я говорю без рода без племени колони двора до нашли какую-то закономерность и до или и и пока она давала про закономерности будем отдельно опять же говорить да но закономерности появляются работают и перестают работать либо навсегда либо на какое-то время мы тоже будем это подробно разбирать это огромная часть работы трейлер